Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алена Савкина в последнее время стала уделять много времени социальным сетям. Будущая мамочка часто публикует на своей странице новые посты на тему беременности и просит у фолловеров советы. Вчера она опубликовала новое сообщение от своего имени с просьбой помочь ей побороться с фейковыми страницами. Девушка сообщила, что у нее есть только одна страница в инстаграм, а все другие это мошенники, которые наживаются на ее имени. Алена просит жаловаться на такие страницы, чтобы администрация их блокировала. Все дело в том, что с поддельных страниц Савкиной сидят мошенники, которые берут деньги за рекламу от ее имени, однако услуги не оказывают. Бывшая участница Виктория Борисеевич гостит в Туле у бывшего участника Владимира Гаути. Марина Тристановна возвращается из Гонконга в Москву. Алиана Устиненко сменила образ. Как вам? Пишите комментарии! Марго Овсянникова выложила в сеть скрины переписки с Артемом Сорокой. Артем отказывается с ней общаться без камер. Девушка уверена, что это конец их отношениям. Ему от нее нужен только пиар. Маргарита поблагодарила за сладкую ложь и потребовала обещанную песню. Виктор Шароваров собирается переехать к Александре Шеве, но пока не уверен, сможет ли ей простить Арая Чабаняна. Друзья пожалуйста оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Бывшая участница дома 2 Татьяна Графова выдала некую Лолиту Алимову за любовницу Валерия Блюменкранца. Лолита действительно знакома с Валерой, но жутко недовольна слухами, что у них был роман. Юнна Волкова пошла по рукам. После расставания с Никитой Шалюковым девушка уже обратила внимание на Алексея Безуса и Андрея Шабарина, которые по праву считаются ловеласами проекта. Зрители реалити-шоу обратили внимание, что Волкова словно куда-то спешит, желая поскорее кому-нибудь себя продать. В отношениях с Никитой Шалюковым она закрыла глаза на ребенка, который объявился у парня за периметром. А Безуса убеждала в том, что Милена ему не подходит, как и в случае с Шабарином, которому не подходит Сударкина. Очевидно, что Юнна пытается зацепиться хоть за какую-то возможность, мелькнуть в эфирах и задержаться на шоу с любым парнем. Интересная новость с сайта шлок, бывшая участница дома 2 Либершкпадону, только спустя несколько дней смогла выйти на связь со своими подписчиками, чтобы успокоить их и сообщить неприятную новость. Она находится в больнице. Девушка написала, я ненавижу болеть, простите, что не выхожу с вами на связь. Меня, к сожалению, уже как несколько дней положили в больницу. Ничего хорошего врачи не сказали. Надеюсь, все обойдется. Берегите свое здоровье. Чуть позже Либерш еще раз вышла на связь и в коротком видео сообщила, что чувствует себя плохо, но не физически, а морально. Ей очень страшно и тяжело находиться среди больных людей. Она сходит с ума от одиночества в палате и вынуждена ходить по коридорам больницы, отчего впадает в еще большее уныние, наблюдая за страданиями других. О диагнозе Либерш пока ничего не известно. В самое ближайшее время она обещает все объяснить. Роман Капаклы заявил, что пока не готов к детям. Парень написал, я, наверное, в силу своего возраста вообще не готов к этим всем серьезностям. Вот именно сознательно я не готов. Но у меня есть понимание того, что моя женщина хочет. Моя женщина готова. Соответственно, сразу становлюсь готовым и я. Если после свадьбы Марина скажет, Ромочка, мой любимый, и я хочу детей, то это будет лишь вопросом времени. Ни для кого не секрет, что после расставания с супругом Ольга Бузова так до сих пор и не нашла себе достойного избранника. Девушка даже приняла участие в шоу «Замуж за Бузову». Однако претенденты на ее сердце отпадают один за другим. Ольга сетует, что в ее графике нет ни одного свободного дня, поэтому на личную жизнь времени тоже нет. Она больше не верит клятвам о любви. Однако все же надеется, что однажды найдет свое счастье с любимым мужчиной. Бузова призналась, что у нее полностью отсутствует половая жизнь. Все дело в том, что звезда может спать только с любимым мужчиной, которого пока рядом нет, поэтому приходится засыпать в компании своих собак. Оля не скрывает, что из-за недостатка волшебства ее здоровье сильно пошатнулось. Однако уменьшать нагрузки она не намерена. Мария Смирнова решила отказаться от алкоголя. Девушка написала, «Я решила, что больше не буду употреблять виноградные напитки и буду слушать своих родных и близких, потому что они плохого не посоветуют. Впредь я буду думать своей головой, так как на островах попала под влияние Марианны, связалась с плохой компанией. На Сейшелах сложилась ситуация, за которую мне стыдно. Это было в первый раз и больше так не поступлю». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!